друзья привет маяк 203 хочу немножко про него поговорить это популярнейший магнитофон выпускавшийся в 70-е годы в конце 70-х вот ну целое поколение людей у которых молодость походила тогда ностальгически тепло его вспоминают вообще про этот магнитофон много чего вообще снято про его устройство про его работы и прочее прочее то есть youtube и забил я хочу рассказать конкретно про этот экземпляр это магнитофон моя 203 моей прекрасной жены диджей мистевой используется зон по прямому назначению очень популярному когда в 80-е годы диджей мистер магнитофона этот магнитофон фактически используется для современных дискотек вот но это не главный его достоинства а главный интерес который он представляет это самый ранний выпуск всей серии 203 маяков вот у меня в руках такой журнальчик радио ноябрьская за 76 год вот этого журнала на его задней стороне есть красивая меркам советского союза реклама вот она тоже есть в интернете и все но что здесь любопытно отметить здесь находится маяк 203 который вот именно как раз ранее у него основная примета есть смотреть отсутствие лампочки на крышке блока головок нету здесь никакой лампочки стимулизирующая его включение вот если вы посмотрите на все другие 203 маяки у них здесь лампочка а у этого же лампочка находится вот здесь то есть фактически это самая ранняя 203 модель переходная между предыдущей серии 202 маяка его 203 маяк он имел небольшое такое отличие в виде лампочки сигнализации включения сети потом ее перенесли сюда вот и серия стала массовой вот но тут правда еще надо добавить были экземпляры у которых вместо двух индикаторов уровня так как это уже полноценная на линейном выходе стерео версия вот завод экономил тут такая интересная штука и ставил в некоторые маяки вот тут такая вкладывать бумажка в паспорт и вставился один индикатор один но с кнопочками когда ты этим индикатором можешь отдельно посмотреть уровень левого канала уровень правого и как бы ориентироваться вот так немножечко как на черную кошку в темной комнате вот такие маяки тоже были они не редкие но вот просто чтобы знать это основная масса маяков 203 с лампочкой здесь с двумя или с одним индикатором здесь вот а это экземпляр я стандартный и вот я хочу показать на самом деле его отличие небольшие отличие внутри так вот я снял его заднюю крышечку что мы тут видим в принципе все лучше похоже на стандартный маяк следующий выпуск но вот поверьте мне вот этот мотор он произведен в японии сейчас целиком его снимать не буду тем не менее кто знает и чинил маяки 203 может увидеть небольшое отличие мотора внешне это японский мотор надеюсь надежный и которая отработала уже столько лет и отлично работает у нас при диджеинге вот ну еще видно например на номере магнатахова видно что последняя цифра 7 и 6 то есть этот маяк произведен 76 году то есть в году когда еще продолжали выпускаться на конвейере маяк 202 это фактически переходная версия ну теперь осталось посмотреть на него линдопротяжный механизм и там по крайней мере еще увидеть кое-какие различия итак я снял верхнюю панель посмотрите как у чистенький в девственной аппарате ну конечно для всех текенил первое отличие еще раз говорю который есть здесь нету лампочки подсветки она вынесена вот сюда здесь есть специальное крепление для нее и вот эта лампочка стоит все все остальное ровно то же самое мотор его насадка которая с помощью большого жирного пасека передается вращение на вот этот раздаточный ролик вот эти пасеки я слава богу делаются у них недостатка нет поэтому держать час маяки с плохой резиной это просто безмысленно все можно купить все можно сделать вот что вообще хочу кстати сказать в интернете такая тема ходит и все друг у друга и повторяют вот этот лентопротяжный механизм называют упм-34 вот что не совсем я считаю верно нигде вы не найдете под документах эпохи надпись лентопротяжный механизм упм-34 вы можете найти надпись вот такую магнитофон упм-34 маяк или как например у него написано на задней стеночке здесь написано маяк 203 тип упм-34 обратите внимание надписи лентопротяжный механизм здесь нету нету вот очень часто упм-34 расшифровывают как универсальный протяжный механизм 34 что на самом деле как мне кажется является большим заблуждением то что на самом деле расшифровка этой надписи она есть на паспорте на маяк 201 вот я приведу сейчас фотографию и расшифровывается это как унифицированный переносной магнитофон вот 34 это соответственно три скорости четыре канала то есть упм-34 это в целом название конструкции унифицированный переносной магнитофон при скорости четыре канала переносным магнитофоном назывался в ссср любой магнитофон которого которому приделана ручка вот соответственно мы можем встретить на советской технике usm-24 предположим что приводит как унифицированный стационарный магнитофон без ручки вот а лентопротяжный механизм он просто называется унифицированный лентопротяжный механизм просто унифицирован вот кое-какие вот это схемное решение да но повторяется в других магнитофонах но отличия будут всегда либо будут какие-то отличия в геометрии расположение узлов том другом третьем то есть там где-то ну даже комплекты пасеков могут не подходить один другого просто общий принцип что на стоит мотор на котором есть пасеком переда передача на ролик который распределяет перемоточные усилия либо на подающий узел либо на подматывающий вот и есть маховик на который вращение передается в том что он там находится это самый знаменитый знаменитый ролик который часто можно называть вот он промежуточным роликом либо роликом не знаю как какие-то еще там название встречаются клинище ролик вы иногда еще называют да вот этот ролик кстати он является источником основной претензии к данному до полного он урчит урчит его плохо смазывали или не часто смазывали он изнашиваться сильно я уж не знаю почему на нем выбоины какие-то и прочее то есть он просто урчит а потом еще и перенит вот его хорошо заменить можно заменить так называемым бесшумным комплектом это когда его просто выкидываем и меняем вот эту насадку одним пасеком передаем вращение на маховик тоннвала но это уже у всех по выбору главное вот мы видим сейчас с вами маяк 203 самый ранний выпуск редкий который использует моя прекрасная жена в своем диджеинге и что хочу сказать что чтобы послушать как он звучит вы можете пройти по ссылочке там наши магнитофонные подкасты мы диджеем делаем эти подкасты с двух маяков ставим на них записи нашей любимой музыки современные которые находим ставим записи нашей студии вот и звук в этих передачах он идет напрямую с линейного выхода этого магнитофона то есть можно прекрасно понять вообще что он как так он звучит очень приятно и хорошо на мой взгляд мы обязательно потом используем в подкастах маяк 201 на герва не вам так сказать усилители моно ну интересно просто вы сможете сравнить вот а так пожалуйста слушайте наши подкасты смотрите как работает 203 маяк и честно скажу я полюбил этот моно витагон вот чтобы кто не говорил он хороший он красивый все спасибо